Вера, а можно немножко попросить о себе, не только в творчестве, а в жизни? Ну, я что могу сказать о себе? Я живу в Москве в основном. Последние несколько лет, все-таки, про творчество скажу, мы много сотрудничаем с хорошими музыкантами, и в диске, кстати, участвуют прекрасные музыканты и мои друзья. Это Герман Виноградов, с которым мы больше 12 лет, по-моему, я участвую в его квартирах, концертах «Бекабония небесного леса» и других каких-то художественных проектах с Германом участвовал. Он тоже здесь выступал в магазине. Также в диске принимает участие Сергей Летов, великолепный саксофонист, с которым я выступала еще в самой ранней юности, и потом возобновили творческую дружбу через этот диск тоже во многом. Также принимает участие Алексей Протмичук, это гитарист из прекраснейшей группы «Мною любимые» «Звуки морг». Очень хороший гитарист, тоже, надеюсь, с ним в дальнейшем работать. Также принимает участие Чеслов Мерк, это перкуссионист, который у Карика Виноградов много участвовал в проектах. Также принимает участие Юра Балашов, который играет на коряге. И он работает много в группе «Волга» и в нескольких других проектах. Очень одаренный, интересный музыкант. Ну, а себе, что я музыкант, я поэт, я поэт. У меня только одна вышла книжка, но я вообще люблю писать стихи. Я художник, я участвую тоже в художных проектах, как рисую картины, рисую какие-то, делаю кукол тоже, иногда в выставках кукол участвовала тоже. У меня в сумке две книжечки есть, она называется «По обе стороны неба». Она, в принципе, висит в интернете. В магазине я не знала, что книжки продают. Ну, надо, чтобы было обязательно. Да, я через Вову Тереха передала. И продюсер диска, кстати, Вова Терех, который стал нашим не только другом, помощником, но и важным человеком в жизни как-то. То есть он организует концерты, он работал тоже в этом магазине. И благодаря его активнейшей деятельности у нас сейчас проходит много концертов, много всяких мероприятий. А вот Ваш внешний вид, это Ваш сценический образ, или это повседневно такое в жизни ходить? Ну, конечно, таких перчатков каждый день я не хожу. Нет, это понятно, но внешний образ сценический? Я образ меняю сценический иногда. Вот я выступала в Галошах уже полгода, а сейчас я смотрю день жаркий. Я уже не стала Галоши одевать. Хотя я к тебе привыкла. Спасибо, Поняк. Я 50 рублей купила на рынке. Галоши. Да я меняю облик. А коряга вот это и есть, а сука звука? Сука звука, это да. Юра Валашов, он был во Франции, нашел там корягу из виноградной лозы, к ней привязал струны. И в принципе это напоминает древнейшие инструменты музыкальные, которые в истории человечества были. И вот первейшие скрипки, это, например, в восточной культуре, игилл инструмент. Один палка, два струна. Это игилл. Потом до школы есть инструменты. Есть инструменты, когда играют на лунке. Я видела когда-то. Просто лунка, натянутая струна, но она используется не в качестве оружия, а в качестве музыкального инструмента. То есть сильно натянутая струна тоже может звучать. Смычков они играют. Некоторым музыкантам в Москве едут даже две концернные банки, сгибается палка между ними струна и начинают пилить. Тоже звук очень интересный. Ну а Юра сделал корягу со струнами, сделал к ним пьезосниматели и получаются просто сложнейшие космические звуки. Красивые.